В этот год у нас такие хорошие, чужие ты какой, ты какой уже чужие. В село Степное семья Зеллингеров вместе с дочерью перебралась из Германии еще полтора года назад. За это время успели обжиться на русской земле. Обустроили небольшой дом и даже создали свое подворье. А все для того, чтобы быть ближе к чистой природе. Самое главное – вода и воздух. Продукты, которые у нас есть, они необработанные, все свое. Огурцы, помидоры, теплицу мы поставили больше, чем 10 метров. И в Германии я немножко занимался как хобби пчелками. И мне это понравилось. Я думаю, в Алтае спрос есть. Лето прошло, сейчас февраль, до сих пор еще кристаллизация не произошла. Сам Владислав родом из Казахстана, откуда еще в детстве уехал с родителями в Германию. Отучился на механике и работал на одном из известных немецких заводов по производству авто. Со своей супругой Жанет, коренной немкой, познакомился в церкви на христианском кружке. Пара вместе уже 24 года. Проводить семейные вечера с музыкой продолжают и на Алтае. Мы искали какой-то жизненный опыт, эксперимент, хотели вырваться, может быть, так можно сказать. Хотели познать настоящую жизнь, своими трудностями, как раньше жили. И вот у нас такая мечта была жить и себя самого обеспечивать. Испытать себя Зеллингерам действительно удалось. Неизвестная страна свои трудности. В диковинку немцам встала наша бюрократическая система. Им еще предстоит сменить справку о БМЖ. А в самом начале переезда пришлось повозиться с оформлением документов на дом. Бумаг не было, земля не оформила, потом ребенок, наследственник умер. И чтобы потом до ума довести, это была целая история. Когда сюда приехал, я не знал, что такое МФЦ, я не знал, что такое БТИ, я вообще ничего не знал. А еще необходимо преодолеть языковой барьер. Если Владислав неплохо говорит на русском, а его дочка Эмилия в школе изучает наш язык, то Жанет только предстоит освоить наш великий и могучий. Но обрести русское счастье с немецким акцентом семье все же удалось. Алтайская земля стала домом для переселенцев. Кстати, в Степном они не единственные немцы. По соседству живут еще четыре семьи из Германии. Они помогали супругам освоиться. И такой интерес со стороны европейских жителей только возрастает. Владислав и Жанет регулярно консультируют желающих переехать в Россию. Говорят, среди их знакомых таких семей уже полтора десятка. Добавляют, сейчас самое время укреплять русско-германские отношения. Мария Мацав, Александр Антропов. День с толком.